2022 год Петрозаводский городской суд в четверг приговорил бывшего председателя Гурсовета столицы Карелии Геннадия Бондарчука к 15 годам колонии строгого режима по делу о получении взяток в особо крупном размере. Красноярский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего заместителя председателя Советского районного суда Красноярска Сергея Тупека за получение взятки в 1 миллион 200 тысяч рублей. Экс-главе Белгородского района Белгородской области Анатолию Попкову дали 11 лет строгого режима за получение 24 миллионов рублей взяток от местного застройщика. 10-15 лет за взятки это уже реальное, страшное наказание для наших коррупционеров. Главное не останавливаться и повышать рамки. Взятка это фактически госизмена и должна наказываться соответствующе. Вспомним и громкие аресты по теме СВО. В Ростовской области в отношении руководителей предприятия АО «Звезда Стрела» возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 15 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Фигурантом дела также является руководитель военного представительства Министерства обороны Российской Федерации. Управление ФСБ России по Ростовской области объявило в федеральный розыск бывшего исполнительного директора АО «Авиаприборный ремонтный завод» входит в ПАО «Рост Вертол» Сослана Урумова, подозреваемого в хищении с предприятия 3 миллионов 800 тысяч рублей. В Новосибирске на оборонном заводе «Искра», который входит в состав АО «НПК Техмаш» Госкорпорации Ростех прошли обыски. Об этом стало известно в понедельник, 19 сентября. Следственные действия в отношении руководства предприятия проводили сотрудники ФСБ. Что стало причиной обысков, пока неизвестно. Новосибирский гарнизонный военный суд признал виновными в совершении должностных преступлений, даче и получении взяток бывшего управляющего директора оборонного предприятия АО «НИИ» электронных приборов Амира Алямова и экс-начальника представительства Минобороны России Анатолия Заливина. Им назначено наказание в виде 6 и 5 лет колонии строгого режима соответственно. Мы надеемся, что сейчас стоим только у начала огромной кампании по выздоровлению России от предателей и оборотней. Уверены в том, что новый 2023 год станет прорывным для нашего государства. Только такой вектор позволит выстоять и сделать жизнь россиян достойной мировой державы. Вся команда «Момент истины» поздравляет наших зрителей с наступающим новым 2023 годом. Желаем вам здоровья и счастья в это непростое время перемен. До встречи в новом 2023 году. С праздником, друзья!